Рухнувший Виадук обязательно восстановят. Кроме того, в Красноярске проверят все пешеходные переходы и будут строже следить за нетрезвыми водителями. Обо всем по порядку Юлия Дуднева. Уже сегодня началась работа Следственного комитета по вопросу обрушения Виадука. С учетом произошедших событий, необходимо еще раз проверить их техническое состояние. Хотя, возвращаясь к произошедшему случаю, следует отметить, что по предварительной оценке причиной обрушения явилось грубое нарушение правил дорожного движения. В городе Красноярске появление водителя в нетрезвом состоянии должно рассматриваться как чрезвычайное происшествие. Независимо от того, совершил он, нарушение правил дорожного движения не совершил. Но сам факт появления водителя на дорожном полотне в нетрезвом состоянии должен означать, что это должно суровейшим образом караться. Департамент городского хозяйства совместно с мэрией из Красноярской железной дороги уже создали рабочую группу, которая с 9 июля начнет проверять состояние всех надземных конструкций в Красноярске. В среду начинается инвентаризация всех пешеходных переходов, инженерных конструкций, которые проходят по железнодорожному пути. То есть эта комиссия сделает заключение о том, что какие пешеходные переходы необходимо отремонтировать, какие необходимо капитальные, какие реконструировать и так далее. Рабочие, которые сейчас разбирают завалы рухнувшего пешеходного перехода, говорят, что он находился в неплохом состоянии. Даже при виде обломков моста заметно, что асфальт в нем почти новый. Да и сама конструкция выглядит довольно-таки надежно. Такое же можно сказать и о соседнем с ним виадуке на станции Енисей. Да, его состояние идеальным назвать нельзя, но выглядит он достаточно прочно и без капитального ремонта он еще сможет прослужить пару лет. Что касается того, где же будут проходить жители города над ЖД путями вместо рухнувшего моста, выход остается один – обходить вокруг. К сожалению, мы не можем пропускать пешеходов, поскольку станция, вы знаете, это зона повышенной опасности. И на сегодняшний день там присутствует два пешеходных моста, один с востока, другой с запада. Расстояние между пешеходными мостами составляет в пределах 800 метров. Поэтому на период строительства этого моста, к сожалению, придется проходить или с левой, или с правой стороны, поскольку это небезопасно. Как рассказали представители РЖД, совсем скоро на месте рухнувшего пешеходного моста на правой бережи Красноярска появится новое сооружение, построенное с учетом современных требований. Возможно, это будет крытый мост, на строительство которого придется потратить десятки миллионов рублей. И по неофициальным данным, проектом моста займется Сергей Щуплицов. Юлия Дудникова, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости.